Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Продолжение следует... 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 Хорошо? Открываем предисловие, страница 11, второй абзац снизу. А вот у нас преданные, может быть, да, кто может, сядьте так, чтобы тоже видеть книгу, может быть. Варя, может быть, вы сядете туда-назад, как матов же, и сможете с ней вместе читать. Ну, смотрите, у нас Варя одна с книгой здесь сидит просто. Нет, вы можете... Варечка, а вы садитесь туда вот на стул, например. Рядом, да, с матов же вместе будете читать. Тогда я начну, да, я буду говорить, где дальше, да, продолжать. Что Гуру Махарадж пишет? Мне, например, очень важно было именно заметки Гуру Махараджа также читать, да, по поводу этих историй, по поводу этой книги. Что он пишет? Начав собирать истории из жизни Шилы Пропады, которые особенно глубоко трогали меня, я, конечно же, не думал, что когда-нибудь из них получится книга. Мне просто нравилось слушать эти истории и пересказывать их другим, размышляя над ними, как бы применяя на себе ситуации, в которых оказался Шилы Пропада. Я учился его отношению к миру, стараясь увидеть внутренние пружины его слов и поступков, подчас парадоксальных и неожиданных. И мы с вами тоже сейчас попробуем, да, мы будем с вами читать какие-то истории, не все, не все, совсем немного, чтобы много времени это не заняло. Попробуйте, попробуйте их тоже, как сказать, как сказал Гуру Махарадж, примиряя, да, примирить на себя эти истории, вспомните, может быть, что-то из своей духовной практики. Следующее, мы открываем 14-ю страницу. 14-я страница, где абзац, тоже второй из конца. Поэтому Господь, да? Поэтому Господь снова и снова посылает мир великих святых, живых носителей языка любви. По словам Рупа Госвами, тот, кто способен пробудить других любовь к Богу, должен обладать тремя качествами. У него есть очень сильная любовь к Богу, на своем пути к Богу. Он сталкивается со множеством препятствий, но при этом сам он готов внутренне, он внутренне готов к непосредственной встрече с Богом. Не мистические чудеса, которые иногда творят посланцы духовного мира, приближают их к нам, простым смертным, но препятствия, встающие на их пути. И когда мы видим, как их любовь преодолевает все препятствия и в конце концов приводит к успеху, их победа становится и нашей победой. Согласно Бхакти Расамрита Синдху, невольное отождествление себя с человеком, обладающим любовью к Богу, которое происходит, когда мы погружаемся в рассказы о его исполненной. Драматизм о жизни есть одно из главных условий обретения опыта любви. Иначе говоря, мы учимся у Прабхупады не только когда читаем его книги, но и когда размышляем над его жизнью и пытаемся примерить ее на себя. Поставив себя на его место, через его поступки мы можем почувствовать то, что ощущал он, и лучше понять, чему он хотел нас научить. Именно поэтому мы назвали эту книгу «Уроки любви». В ней мы попытались показать, как в самых разных ситуациях, проявляя самые разные эмоции, от смирения и бесконечного терпения до иронии и даже гнева, Шила Прабхупада проявлял свою любовь к Богу и сострадание ко всем живым существам. Разумеется, мне будет приятно, если мои комментарии откликнутся в чем-то сердце. Но еще больше я буду рад, если кто-то, пробежав по ним глазами, отложит книгу и сам задумается над тем, какой урок для него содержит только что прочитанная история. Пожалуй, самое плохое, что можно сделать с этой книгой, это проглотить все истории за один вечер, поставив галочку в длинном списке приготовленных для прочтения книг. Впрочем, я уверен, что получить благ от соприкосновения с личностью Шилы Прабхупада можно даже при таком поверхностном подходе. Хотя я начал собирать историю о Шиле Прабхупе. Это было предисловие, и сейчас начнется сама книга. Мы немножко поняли настроение Гуру Махараджа, что он хочет, чтобы мы не просто читали эту книгу, чтобы мы размышляли над каждой историей, смотрели, как мы себя повели бы на месте, Шиле Прабхупада. Но как-то вот все равно как-то об этом думали. И перейдем тогда к самим урокам. И если вы посмотрите в содержание, здесь четыре типа уроков, четыре вида уроков, можно так сказать. Обретение милости, доверия, смирение и терпение, милосердие и правдивости. Мы с вами попробуем прочитать хотя бы по одному уроку из каждого. Но мне еще очень нравятся комментарии Гуру Махараджа к каждому разделу. Тоже очень ценные вещи. Давайте попробуем, кто на следующем. Это страница 22-23. Почитаем эти комментарии. Достичь совершенства на пути преданности можно только по милости Кришны. Увы, ленивые люди, Кали-юги часто путают два понятия милость и чудо. Уповая на милость, они на самом деле ожидают чуда. А когда чудо не происходит, они разочаровываются и теряют веру в милость Господа. Но есть существенная разница между чудом и милостью. Чудо свершается сразу, а без причины милости Кришны чаще всего приходят маленькими едва заметными дозами. Кришна дает нам малую толику своей милости и смотрит, что мы будем с ней делать. Если мы ценим его милость и с благодарностью принимаем ее, Кришна дает еще немного. Но если мы начинаем относиться к ней как к чему-то само собой разумеющемуся, Кришна отбирает все, что дал до этого. Поэтому со стороны может показаться, что Кришна дает свою милость только терпеливым и смиренным. Хотя на самом деле это не так. Кришна проливает свою милость на всех, но только терпеливые и смиренные способны сохранить и приумножить ее. Обратите внимание, что Кришна проливает свою милость абсолютно на всех, одинаково. И зависит от нашего терпения и смирения, как мы ее воспримем. В книге «Отречение через мудрость» Шрила Прабхупада пишет, «Но поскольку невозможно полностью предаться Господу за одно мгновение, мы также не должны ожидать, что милость Господа придет к нам мгновенно. Хотя, разумеется, Господь и даже Его слуги иногда совершают чудеса. Мы все же не должны рассчитывать на то, что чудо произойдет с нами. При этом мы никогда не должны сомневаться в том, что милость Господа всегда будет намного превосходить степень нашего предания – Ему. Есть еще одна опасность. Если бы мы сразу получили полную порцию милости Господа, это наверняка развратило бы нас и привело к падению. Как это случается с многочисленными йогами, обретающими мистические способности? Для нас куда лучше продолжать исполнять свои обязанности в служении Господу, проявляя терпение и энтузиазм. В конце концов, это неминуемо приведет к тому, что Господь одарит нас своей милостью. Хорошо. Можно прогу передать микрофонами. По очереди тоже почитайте. Я только сейчас немножко скажу, что мы будем дальше читать. Может быть, кто-то из вас слушал семинар Гуру Махараджи, который прошел в Анапе в мае 2013 года. Вот в этом семинаре, в одной из лекций, Гуру Махараджи читает эти истории, в том числе, и разбирает их. И он их рассказывал в контексте того, что у души есть четыре выбора. Сейчас попытаюсь это объяснить. Четыре выбора. Мы можем выбрать веру, энтузиазм, убежденность и дисциплину. И, соответственно, есть антонимы. Есть антонимы, то, что можно противопоставить. Например, вере. Если мы берем веру, что будет противоположностью веры? Эгоизм, да. Что будет противоположностью решимости, непоколебимости? Что еще? Вот депрессия очень близко. Что еще? Более частая вещь, чем депрессия? Не совсем, не совсем. Обида. Гуру Махараджи говорит обида. Противоположность решимости, ни с чьей вот этой, вот это будет обида. Что будет противоположностью энтузиазма? Гуру Махараджи говорит, согласно нектару наставления, это прояса, про техара будет. Про техара. Ну да, да, то есть излишние усилия, пустые усилия про яса, про техара, это усилия в материальном плане, которые в духовном плане ничего не дают. И дисциплина, что будет противоположностью дисциплины? Как это будет с точки зрения нектара наставлений звучать, разгильдейство? Ну правильно, правильно, да. Как это еще по-другому? Ния Маграха, да? То есть это либо фанатичное следование правилам, либо вообще не следование никаким правилам. И в связи с этим, в связи с этим, да, и душа, каждая душа может сделать этот выбор, да? Либо веру или эгоизм, да? Либо это будет решимость, да? Либо обида, либо это будет энтузиазм и пустые усилия, да? Либо это будет дисциплина или не следование ничему. И в связи с этим, в связи с этим, Гуру Махараш как раз показал, как Шрила Прабхупада на примере своей жизни проявил эти четыре выбора души. И как раз мы разберем сейчас эти четыре истории, в которых Шрила Прабхупада это очень хорошо показал. И что такое вера? Вера. Убежденность. Да, да. Это вера в путь, в первую очередь, да? То есть если я иду этим путем, я всего достигну. Вера всегда имеет признаки предания, да? Я подчиняюсь приказу свыше. Это не сходит на меня, как бы, да? И откроем с вами страницу 27. Это тоже известный рассказ. Скорее всего, вы много раз его слушали. Тоже почитаем его. Безоглядное самопожертвование. По очереди, каждый по абзацу, да, Прабхупа, по очереди. Почитайте. Так, безоглядное самопожертвование. Бхакти Уджу Алламуни с вами. Одно время в храме Гаудия Матха в Бамбее у стоп Шрила Бхакти Сиданта Сарасвати Такура проповедовали одновременно несколько его приближенных учеников. Шрицхара Махарадж, Мадова Махарадж, Матвусудана Махарадж и Абхачара Наравинда Прабу. Они постоянно обсуждали между собой, как донести до людей учения Господа Читани. В какой-то момент разговор зашел о проповеди на Западе. Нужно было решить, кто же поедет на Запад. Они уже знали, как обстоят на Западе дела, но еще многое оставалось неясным. И они хотели обсудить все с Сарасвати Такуром. Шрицхара Махарадж спросил у Бхакти Сиданта Сарасвати насчет кандидатуры моего гуру Дева. Сарасвати Такур тотчас ответил. Хорошая идея, конечно, пусть едет. Он проповедует в Бамбее на английском и хорошо проповедует. Я дам ему свое благословение, если он поедет. Услышав это, мой гуру Дев взмолился Сарасвати Такуру. Пожалуйста, не приказывайте мне этого. Я не смогу поехать, ибо не вынесу разлуки с вами. От одной мысли, что он лишится Санги, Шилы, Бхакти Сиданты, его охватила паника, и слезы выступили у него на глазах. В то время он был в Брамачаре, ему едва исполнилось 27 или 28 лет. Его очень испугало, что сейчас гуру Дев отдаст этот приказ, и он не сможет его исполнить, и в результате падет. Поняв, что творится у него в сердце, Сарасвати Такур улыбнулся и сказал, «Хорошо, хорошо, не надо». Но вопрос так и остался без ответа. «Кто же поедет на запад?» Тогда Шрила Бхактистанта вдруг неожиданно для всех сказал, «Я знаю, кто поедет». Абай Чарана Равинда. У него наверняка получится. Он тоже проповедует и владеет английским. Поэтому нет большой беды, что ты не поедешь. Он поедет вместо тебя. Мой гуру Дев отчетливо помнил этот случай. Он помнил, как Абхай Прабу с благодарностью принял этот приказ. Прошли годы, Сваим Махарадж поехал на запад и сделал то, что не удалось сделать никому другому. Именно он исполнил самое горячее желание своего духовного учителя. Такова была сила благословения Сарасвати Такура. Вместе с благословением великого святого человек получает силу и способность исполнить этот приказ. Гуру Дев несколько раз рассказывал мне эту историю, вспоминая, как Свами Джи по благословению Шрила Бхактистанта Сарасвати смог начать проповедь по всему миру. Всего себя без остатка он посвятил исполнению воли Гуру Дева. Никто не помогал ему, но в сердце его жило благословение духовного учителя, и в нем одном он черпал вдохновение и силы. Таково безоглядное самопожертвование встречается очень редко. Благословения могущественного духовного учителя несут в себе огромный заряд духовной силы. Более того, духовный учитель готов дать свое благословение любому, кто решится исполнить его волю. Казалось бы, что может быть проще, но далеко не каждый ученик готов получить благословение духовного учителя, понимая, что это благословение потребует от него безоглядного самопожертвования. А такое самопожертвование действительно встречается очень редко. Спасибо большое. И это мы прочитали с вами, да, первый выбор души. И этот выбор происходит на уровне сердца, да? Это выбор в сердце происходит, когда мы свыше получаем благословение от могущественного святого. Это называется шарана патилакшана. Я действую по воле свыше. И если я действую по воле свыше, никто меня не может сбить, да? Потому что это не моя воля, это не мой уровень, это намного выше, да? То есть это очень большая защищенность при этом. Моя жизнь, она подчинена этой высшей цели. И таким образом очень несложно становится пожертвовать комфортом, интересами, благополучием. Вот эта вера дает непоколебимую решимость. И Шида Прабхупада это продемонстрировал. Он очень, получив, очень, это было очень задолго до движения сознания Гришны. Он был тогда еще семейным человеком. Казалось бы, этот Бармачари, да, которого просили ехать, он был моложе лет на 10. Ему было, наверное, около 30. В самом расцвете сил у него все было, образование. Что ему могло помешать, да, поехать и проповедовать? Шида Прабхупада, ему уже было 40 лет к тому моменту, у него были дети, жена. Ну, разные совершенно, да, казалось бы, ситуации. Но вот это благословение свыше, оно дает невероятную силу. Невероятную. Хорошо, посмотрим следующий момент, который тоже Шида Прабхупада своим безупречным поведением, безупречным примером нам показывает. Нижчая, совершенство в решимости. Это, если предыдущее мы смотрели на уровне сердца, да, вера, как она проявляется в сердце, то здесь нижчая, это совершенство, решимость на уровне интеллекта. Открываем страницу 50. Здесь начнем с абзаца, читать, в 1936 году. Это Шида Прабхупада читал подношения своему духовному учителю на его вьясапуджу. Поэтому здесь кавычки открыты. Это слова Шида Прабхупада, то, что он написал своему духовному учителю. Кто у нас следующий по очереди? Продолжите, пожалуйста. В 1936 году, сегодня 9 декабря 1968, это значит 32 года назад в Бомбее, в то время я занимался своим бизнесом. Вдруг неожиданно для самого себя, может быть даже в этот же самый день, 9 или 10 декабря, в то время Гуру Махарадж был болен и находился в Джаганатхапуре на берегу океана. Я написал ему письмо. Мой дорогой учитель, другие ваши ученики, брахмачарь и саньяси, служат вам непосредственно. Я семейный человек, поэтому я не могу жить рядом с вами. И стало быть, не могу служить вам как следует. Поэтому я не знаю, чем я могу быть вам полезен. У меня была только одна мысль. Я хотел служить ему. Как я могу служить ему по-настоящему? Желание служить и есть семя будущего успеха. Искреннее желание служить – тот самый выключатель, который запускает череду удивительных событий. В конце концов заставляя Кришну исполнить это желание. Но желание должно быть сильным. Как желание вернуться в воду у рыбы, выброшенной на берег. Его короткое письмо на самом деле было криком его сердца, разрывающимся между материальным долгом и желанием служить духовному учителю. Шрила Пракупада продолжает. Ответ пришел, помеченный 13 декабря. В этом письме он писал. «Мой дорогой такой-то и такой-то, я был очень рад получить твое письмо. Думаю, что тебе следует попытаться проповедовать это движение среди англоговорящих людей. Это было написано его рукой. И дальше. Это принесет благо тебе и тем людям, которые будут помогать тебе в этом. Такие наставления он дал мне. А затем, 31 декабря 1936 года, он ушел из этого мира. Стало быть, письмо было написано им всего за две недели до ухода. Я принял наставление своего духовного учителя очень и очень серьезно. Но я не очень понимал, что делать. В то время я был семейным человеком. Однако Кришна приходит на помощь. Если мы честно пытаемся служить духовному учителю, его воле, то Кришна даст нам для этого все возможности. В этом секрет успеха. Хотя в то время у меня не было никаких возможностей. Я даже представить себе не мог. В то время Шрила Прабхупада занимался бизнесом. И на первый взгляд то, о чем писал ему духовный учитель, было не то, что непрактично, просто нереально. Думаю, что многие на его месте отмахнулись бы от таких слов, мол, Гуру Махараш не знает моей ситуации. Так и хочется сказать, невозможно. Но слова «невозможно» не было в словаре Шрила Прабхупада. Он понимал, что это последняя воля духовного учителя. Наказ, оставленный перед уходом в другой мир. Наказ, который уже никто не отменит. И эта воля должна стать делом нашей жизни. На что способны мы, слабые живые существа? Мы можем только желать. Все остальное делает Кришна. К искренним и серьезным Кришна приходит на помощь. Несколько раз Шрила Прабхупада повторит, «Я принял его наставление очень серьезно. В этом секрет успеха». Далее Шрила Прабхупада рассказывает о том, как он сам узнал этот секрет. Хотя исполнить его волю не было никакой возможности, я принял его слова серьезно. Особенно, когда прочитал комментарии Вишвандхати Чекраварти Хакура на Бхагавадгиту. В Бхагавадгите есть стих. Стих Комментируя этот стих, Вайшванадха Чекратвартадхакур пишет, что слова духовного учителя можно принимать как самую большую драгоценность нашей жизни. Конкретные наставления духовного учителя должны исполняться неукоснительно, чего бы это ни стоило. Много раз Шрила Прабхупада говорил, что чтение этого комментария к 41 стиху 2 главы Гиты стало поворотным моментом в его жизни. Именно в тот момент зародилось международное общество сознания Кришны. Именно тогда возникло желание, на которое не мог не откликнуться Кришна. Шрила Прабхупада продолжает с разрывающим сердце смирением. Ну мы, наверное, вот эту историю сейчас закончим, потом к следующей перейдем. И это мы с вами увидели проявление нишчей, совершенства в решимости. Это совершенство, решимость в интеллекте рождается, и она рождается, это уверенность, что все сделает Кришна. Но появляется это после размышлений, это не просто так появляется, это обежденность, она появляется после долгого, упорного внутреннего труда. Хорошо, мы с вами теперь посмотрим, какой пример Шрила Прабхупада показал своей безупречной саданной, своей безупречной дисциплиной. Это страница 34. Открываем 34 страницу. Здесь довольно длинная история, но, наверное, мы ее все-таки почитаем, потому что это важно. Совершенство дисциплины, то есть мы с вами увидели совершенство на уровне сердца, совершенство в интеллекте. Теперь мы смотрим непосредственно, как телом мы должны действовать. Начнете, да? Цена без причины милости. История подвига Шрила Прабхупада тысячи раз слышанная нами скоро может превратиться в сладкую рождественскую сказку. Мол, жил, добыл на свете садху. Всемогущий Бог взял это и выбрал его, вложив в него всю свою шахте, и в одночасье он стал знаменитым, распространив движение Господочитаний по всему миру. Людям нравится слушать рождественские истории про чудесные превращения, волшебные палочки и добрых фей. Людям нравится думать, что милость Кришны, абсолютно беспричина, и потому не склонны забывать, что беспричинная милость Господа это всегда его беспричинный ответ на беспричинное служение предного. Оба, и слуга, и господин, соревнуясь в служении друг другу, остаются абсолютно свободными, потому что любовь не терпит принуждения, но начинает это соревнование всегда слуга. Шрипада Хридайананда Бабаджи родился на Радакунде. 78 лет своей жизни он служил божеством неподалеку от храма Аратхи Дамадара. Когда к нему пришли с просьбой рассказать о своих встречах со Шрипу Рупадой, Бабаджи Махарадж стал плакать. Вот его рассказ. «Никогда в своей жизни я не видел человека, чья садана была бы такой же, как у него. Всю свою жизнь я прожил во Врадже, но никогда я не видел никого, кто мог бы сравниться с ним. Я видел, как он жил и трудился здесь, в храме Аратхи Дамадары. В то время тут все было по-другому. Полуразрушенный храм, заброшенная комната при нем, без каких бы то ни было удобств». Он опять заплакал, вспоминая о том, что жил Шрипу Рупады во Вриндауне до поездки на запад. Немного спустя он продолжил. Без сада невозможно обрести Кришну прему. Когда позже, много лет спустя, я услышал о том, что Расчистани Прабу выбрал именно его, чтобы исполнить свое предсказание и распространить мандру Харе Кришну по всему миру, я ничуть не удивился. Хотите, открою вам секрет его успеха? Он сумел сделать невозможное по милости Рупа Гасвами. Я знаю это доподлинно, потому что своими глазами видел, что он делал, когда жил в храме Аратхи Дамадары. Моя комната по-прежнему находится там же, где она была в то время, в 64-м или 65-м году. Много раз по ночам в полночь или около того я слышал чей-то громкий плачущий голос. Он раздавался из внутреннего двора храма Аратхи Дамадары, откуда расположена сама Атхи Рупа Гасвами. Почти каждую ночь один и тот же голос звал кого-то и плакал. Я никак не мог понять, что происходит, потому что слышал все это сквозь сон. Но однажды ночью в полнолуние мне не спалось. Я снова услышал тот же голос и решил выяснить, кто же плачет там во дворе закрытого на ночь храма. Я забрался на крышу нашего дома, и моему взору открылась удивительная картина. Я увидел про упаду. Согнувшись, три погибели. Он подметал двор возле Атхи Рупа Гасвами и... Согнувшись, три погибели. Согнувшись, три погибели. Согнувшись, три погибели. Он подметал двор возле Атхи Рупа Гасвами и при этом громко надрывно звал. О, Рупа! О, Санатана! О, Гурадев! Дайте мне вашу милость! Что я без вашей милости? Пролите на меня свою милость! Дайте мне сил исполнить вашу волю! Тогда я понял, кто плачет здесь каждую ночь, моля о милости. Я был очень привязан к Шрильвару Паде. Мне постоянно хотелось что-то сделать для него, поэтому иногда я просил его позволить мне как-то послужить ему. Порой он разрешал мне подмести его веранду, выбросить мусор или постирать его одежду. Однажды я четко помню этот случай. Я убирался в его комнате и увидел паутину, слисавшую с потолка. Метелкой я дотянулся до него и сбросил на пол. Тут только я заметил паука, который копошился в паутине. В этот самый момент в комнату вошел Шрильвару Пада. Посмотрел туда же, куда я. Он увидел паука, затем поднял голову и понял, что произошло. Сердито спросил меня, зачем ты их побеспокоил. Я стал смущенно извиняться. Простите, я допустил ошибку, но слава богу, ничего страшного не случилось. Я же не убил паука, вот он живой и невредимый. Но он не успокаивался. Какой ты имеешь право беспокоить обитателей сведового места? Кем ты возомнил себя? Отчитал он меня. Это мы с тобой появились здесь недавно, а они во Вриндауне живут уже много лет, из поколения в поколение. Он сказал с такой убежденностью и так серьезно, что с тех самых пор он никогда не причинял никаких беспокойств ни паукам, ни другим обитателям вража. Часто ближе к закату мы выходили с ним на берег Емуны и пели киртан. Он брал с собой караталы, а я играл на мриданге. К нам присоединилось много местных ващнавов. Вместе с ними мы танцевали на берегу реки и пели Харе Кришна Махамандру и Панчататова Мандру. Чтобы исполнить пророчество, читание Махапрабу Шрил Павупада сначала поселился здесь, в Вриндауне. Он знал, что ему нужны силы, и где еще взять силу, как не в садане. Кришна вознаградил Шрил Павупаду за его непоколебимую веру. Баба же опять замолчал, после долгой паузы он снова заговорил, подойдя итог всему рассказу. Никогда, ни до, ни после него я не видел никого, кто бы так занимался с аданой. Если вы хотите что-то взять, то нужно просто протянуть руку и взять это. То же самое с богатством премы. Если вы хотите получить это богатство, нужно просто делать то, что для этого нужно. Все. Но, увы, мало кто-то на это способен. Господь выбрал его, потому что у него были вера и желания. Лобха. Жажда обрести милость Господа. Да, спасибо. Мы закончим. Это как раз совершенная сада на Шрил Павупада. Он все время повторял святое имя, он все время жил этим. Это было в его сердце. Хорошо. И мы с вами теперь посмотрим пример неиссякаемого энтузиазма Шрилы Павупада. Но здесь я не выделила историю как таковую. Есть одна из лекций Шрилы Павупада, в которой он говорит, что трудности, с которыми человек сталкивается, проповедуя сознание Кришны, несравнимы ни с какой йогой. А, это та история есть, которая Ачута Нанда, Ачута Нанда Павупада рассказывает про то, как Шрилы Павупада жил вместе с хиппи. Вы читали, да, наверное, эту историю, да? Когда ему приходилось спать рядом с ними, когда он в холодильнике хранил свои продукты, а в холодильнике были не вегетарианские продукты. И завершая эту историю, Ачута Нанда Павупада как раз говорит, что я посмотрю на того йога, который так сможет сделать. И Шрилы Павупада сам говорил, читая лекцию, любил эту историю про умирающего воина, когда воину отрубают голову, и он на войне, он уже падает со своей лошади, и упав со своей лошади, он все равно берет в руку меч и поднимает этот меч в надежде, что кто-нибудь из противников натолкнется на него, и таким образом будет поражен. То есть этот неиссякаемый энтузиазм до последнего присутствует. И дальше Шрила Павупада завершает. Это говорят, что относительно строительства храмов в Нью-Йорке и в других городах я принял решение, что я пойду в этом вопросе до конца. До конца своей жизни я буду в этом вопросе убежден и стоек в строительстве храмов. Много трудностей было у Шрила Павупада в плане строительства храмов. Мы с вами посмотрели эти истории. И эти истории, как вы все увидели, они все из первого блока, которые называются уроки обретения милости. У нас кто-то остался, кто еще не читал, да? Мы можем посмотреть уроки доверия. Сейчас я открою. Давайте почитаем историю на странице 95. Начнете, да, тогда? В Шримад Бхагаватам говорится, что вера в человека, преданного Господу, позволяет преодолеть любые препятствия. Но даже тогда, когда вера учеников в Шрилу Павупаду была не очень сильной, он сам восполнял ее недостаток своей верой в них. Это напоминало цепную реакцию. Небольшая вера в него, в сердце ученика, умножалась на его веру в ученика и становилась во много крат сильнее. Он верил в своих учеников даже тогда, когда они не верили в себя сами. В этой его вере разгадка чудес, которые он совершал через них. В первый период развития движения, это вспоминает Нара Нарайана, у нас было очень много возможностей для личного общения со Шрилой Павупадой. Общение с ним, как бы это сказать, электризовало всех. Он напоминал огромный магнит, а мы липли к нему, как железная стружка. В то время все было очень просто. Рядом с ним мы практически без усилий могли быть преданными, и духовная жизнь казалась нам увлекательным приключением. Достаточно было ему сказать «Дал готовится так». И вы уже могли готовить любой дал. Стоило ему сказать «Мантру нужно петь вот так». И даже те, кто до этого вообще не мог петь, вдруг обнаруживали у себя голос и музыкальные способности. Если он говорил «Купите это здание», неожиданно для всех здание становилось нашим. Единственное, что требовалось от нас, это выключить свое недоверие ровно на то время, какое было необходимо, чтобы сделать то, о чем он нас просил. Все случалось благодаря непосредственному электризующему присутствию Шрилы Прабхупады. Можно, да, дальше? Да, да, нужно. Шрила Прабхупада просил сделать что-то вместе людей, которые за 10 минут до того были смертельными врагами. Они начинали понимать друг друга с полуслова, как тигры и олени в лесу Джирик-Хатха, когда по нему шел Господь Читань. Прабхупада, играющий, устранял барьеры нашего эго, которые в обычных условиях мешали нам видеть духовную природу каждого человека, его отношения с Кришной. Поэтому Прабхупада находился в непосредственном контакте со сверхдушой. А поскольку Прабхупада находился в непосредственном контакте со сверхдушой, все, что он делал, приносило благо каждому. Когда же он уезжал из храма в течение какого-то времени, мы изо всех сил старались поддерживать такой же стандарт, но наша природа потихоньку брала свое и все разлаживалось. Однако, стоило его снова вернуться, как мы опять воодушевлялись и опять все начинало работать. В то время мы надеялись, что так будет всегда, что Шрила Прабхупада всегда будет переезжать из одного храма в другой и оживлять все своим присутствием. Увы, Кришна распорядился иначе. Наверное, он тоже хотел, чтобы Прабхупада был рядом с ним. Дальше. Говорится, что именно вера поклоняющегося заставляет Бога проявлять себя через камень или дерево. Бог находится всюду, но именно вера человека проявляет его присутствие. Благодаря вере, которая была у прохлады, Бог явил себя из каменной колонны во дворце его отца. Точно так же вера Шрила Прабхупада чудесным образом проявляла присутствие Бога в окаменевших сердцах окружавших его людей. Брахмананда. Прабхупада горел желанием поскорее напечатать Бхагавадгиту, как она есть, но у нас не было денег, чтобы сдать ее самим. Помочь нам вызвался Ален Гизберг, который, хоть и не был преданным строгом смысле этого слова, тем не менее, с радостью улаживал для нас разные дела. Ален бывал в Индии и любил петь махамантру. Прабхупада посоветовал ему всегда петь Харе Кришна перед выступлениями, на которых Ален читал стихи. И тот неизменно следовал этому совету. Он подарил Прабхупаде сфизгармонию, которую привез из Индии. Он давал пожертвования, а также помогал Прабхупаде с визами. Но когда Ален, желая помочь Прабхупаде, отослал рукопись Бхагавадгиты своим знакомым издателям, все они отказались ее печатать. По понятным причинам никто не хотел связываться с книгой откровенно религиозного содержания. Шесть месяцев он пытался что-то сделать, но потом даже у него опустились руки. Прабхупада передал рукопись Рая Раме, редактор журнала «Обратно к Богу». Рая Рама посылал ее в разные академические издательства, но все было напрасно. В конце концов, эта затея стала казаться ему безнадежной. Тогда Прабхупада передал рукопись мне. Я заглянул в нее и понял, что никакой коммерческой ценности она не представляет. На каждой странице говорилось о сознании Кришны. Я подумал, если человек не сознает Кришну или не интересуется сознанием Кришны, то ему будут неинтересны эти комментарии. Там не было ни изящной поэзии, ни заумных примечаний, ни научного анализа, ни эзотерических сентенций. У меня не было ни грамма веры в то, что кто-то заинтересуется этой рукописью. Я не знал, что делать, и с какого конца взяться за эту задачу. Я принялся ходить по книжным магазинам и библиотекам и расспрашивать всех, как печатают книги. Тем временем Прабхупада записал самую знаменитую пластинку, которая впоследствии понравилась Битлам. Пластинка имела успех, и даже одно альтернативное радио под названием V-Bay крутило ее по 10 часов в день. Обычно я получал почту Прабхупада, приносил ее к нему, и мы вместе ее разбирали. Он диктовал ответ, а я записывал. В один прекрасный день пришел заказ на пластинку. На конверте значился адрес Макмиланом, одного из издателей с мировым именем. Заказ был написан на фирменном бланке Макмилана, и внутри конверта я обнаружил чек. Я бросился к Прабхупаде и закричал, Прабхупада, нам написали из Макмилана. Я был в восторге, но не понимал, что делать дальше. Прабхупаде приходилось учить нас всему. Прабхупада на минуту задумался, затем сказал, «Лично отнеси завтра эту пластинку в издательство. Скажи, что у тебя есть рукопись Бхагавадгиты, готовая к печати». Я ответил, «Хорошо, а мне взять рукопись с собой?» Он сказал, «Нет, не надо, просто между делом упомяни об этом». Я ответил, «Ладно, но мне придется рассказать о вас как об авторе. Может быть, взять с собой несколько книг, которые вы издали в Индии?» Он сказал, «Нет, ни в коем случае, просто скажи, что у тебя есть рукопись Бхагавадгиты, не надо». Я ответил, «Хорошо». На следующий день я надел костюм, повязал галстук и отправился в город к небоскребу компании «Маг Милан». К моему разочарованию человек, который хотел приобрести пластинку, оказался бухгалтером. Он копошился с цифрами и никакого отношения к редакторскому отделу не имел. Я смотрел на него и думал, как мне сказать ему о книге, что я ему могу сказать. Мы поговорили о пластинке, о мантре, еще о чем-то. Уже пора было уходить, но вдруг дверь отворилась, и бухгалтер сказал, «Знакомьтесь, это Джеймс Вейт, наш главный редактор». Я пожал руку господину Вейду, посмотрел ему прямо в глаза и выпалил. «Кстати, у меня есть Багавадгита, готовая к публикации». Он с удивлением возрился на меня. «Багавадгита? Переведенная кем? С вами? Индийским с вами? Здесь, в Нью-Йорке? Он сделал это сам?» Я сказал, «Да». Он продолжал спрашивать, «Полностью текст? Вся Багавадгита?» Я отвечал, «Для нашего отдела религиозной литературы. У нас есть книги по буддизму, есть Коран, у нас есть все направления, но нет Багавадгиты. Мы издадим вашу книгу». Мне показалось, что я сплю. Он согласился напечатать книгу, даже не заглянув в рукопись. Прочие издатели отказывались печатать ее под самыми разными предлогами, а он согласился публиковать Гиту, не глядя. Я летел обратно в храм, как на крыльях. Я бежал к Пракупади в комнату и взахлеб стал рассказывать обо всем, что произошло. Я был на седьмом небе отчасти, а он только важно кивнул, словно ничего другого и не ожидал. Я же говорил тебе, а ты не верил. Духовная вера, не подвластная влиянию трех гун материальной природы, творит чудеса в этом мире, ибо это одна из самых поразительных энергий Бога. Вера – это дверь в царство любви, войти в которую нельзя ни через какую другую дверь. И вера – это начинается с абсолютного доверия к духовному учителю, представителю Бога». Спасибо. Такой урок доверия нам дал Шива Прабхупада. И тогда мы перейдем к следующему уроку. Уроки смирения и терпения. Открываем страницу 182. Душа, крошечная частица пограничной энергии Кришны, постоянно мечется между двумя мирами, материальным и духовным. И так хочется побыть еще здесь и, нацепив на себя патафорскую корону из картонной фольги, подбежать к зеркалу, любуюсь с собой сказать, «Ну что, разве они похожи на повелителя мира? Разве мне не к лицу королевские знаки отличия? Мантию, внесите мне мантию». Удовольствие это, впрочем, обычно длится недолго. Очень быстро находится кто-то, кто сбивает с нас эту корону и дает нам пинок под зад. «Желающих побыть в этой роли много. Наши попытки примерят на себя роль повелителя Вселенной, только нам самим не кажутся жалкими и смешными. Всех остальных они обычно сильно раздражают. И вот, получив достаточно тумаков, душа обижается на этот жестокий мир, который не хочет признавать ее и принимать всерьез ее претензию на господство. Пусть так думает она. Тогда я уйду из этого мира, где меня все равно никто не любит. Но не так-то легко покинуть ярмарку тщеславия. Слишком привыкли мы быть в центре. Никто не хочет менять место главного героя, пусть и в этом несовершенном жестоком мире, на место безымянного статиста в царстве Бога. Поэтому обидевшиеся на мир души по-прежнему от мании величия объявляют весь этот мир своей иллюзией и начинают воображать себя Богом. Так появляются великие йоги и философы, великие отшельники, мученики и аскеты. Парадокс заключается в том, что душа обречена оставаться в рабстве до тех пор, пока воображает себя повелителем. Никто и никогда не сможет убежать из тюрьмы этого мира, пока у него будет оставаться преступное сознание соперника Бога, наделенного независимой властью и независимым правом наслаждаться. Только смирение может избавить нас от рабства, только терпение способно помочь нам избавиться от склонности властвовать и наслаждаться независимо от Бога. Пораженный гордыней дух, дух наслаждения, в каких бы формах он ни проявлялся, искажая нашу изначальную природу, омертвляет все вокруг нас и в конце концов омертвляет наше сознание, вынуждая душу снова и снова рождаться и умирать. Но дух служения наполняет жизнью этот безжизненный скучный мир и возвращает душе ее природное бессмертие. Служение — единственный способ избавиться от дурмана и иллюзии. Поэтому, сколько бы гордые люди не тешили себя россказнями о том, что и духовное царство, духовное царство ведет множество дорог, дорога из материального мира в духовную реальность только одна. Это узкая тернистская дорога кротости и смирения, пройдя по которой до конца могут только самые терпеливые. Хорошо. Теперь страница 199 и историю, которая иллюстрирует смирение и терпение Шилы Прабхупады. Мы почитали. Вот отсюда. Ученики устроили. Ученики устроили для Шилы Прабхупады лекцию перед студентами Упсальского университета. Одной из самых ревностно оберегаемых ценностей шведского общества является равноправие всех людей. Доведенное до абсурда понятие всеобщего равенства пронизывает сознание всех шведов и прежде всего молодежи. Иллюзорные представления о несуществующем в реальности всеобщем равенстве не что иное, как зависть, возведенная в ранг закона. Западное общество, некогда разделенное на сословие, дискредитировало идею классового деления, позволявшую одним эксплуатировать других. Но на смену изощренной философии эксплуатации пришла не менее абсурдная философия всеобщей зависти. Как опытный аюрведический врач, который по пульсу ставит диагноз, Шила Прабхупада своим безошибочным чутьем мгновенно поставил диагноз шведской болезни. выступая перед студентами в Упсале он стал говорить о четырех классах людей в обществе варнашрамы. Названный Абхаем он никогда не боялся подвергать сомнению, предрассудке и разрушать иллюзии. Браманы люди первого класса, кшатрии люди второго класса, вайши принадлежат к третьему классу, а шудры к четвертому. Уверенно объяснял он, как только он закончил, с места поднялся студент, сидевший в первом ряду и с нескрываемым возмущением стал говорить «А как насчет вас? Вы, разумеется, причисляете себя к первому классу, поэтому ваши последователи должны подносить вам цветы и усаживать вас на трон, не так ли?» В аудитории повисла мертвая тишина. Студент высказал вслух то, что другие думали про себя. После долгой паузы Шила Прабхупада заговорил тихим голосом «Нет-нет, я не человек первого класса, сам я принадлежу к пятому сословию». Шила Прабхупада немного помолчал и добавил «Потому что я служу всем». В этот миг губы его задрожали, а на глазах навернулись слезы. «Я преклоняюсь перед твоей бескомпромиссностью и бесстрашием, Прабхупада, я преклоняюсь перед твоей прямотой и простотой, я преклоняюсь перед твоим разумом, позволявшим тебе выходить из самых трудных ситуаций, но еще больше я преклоняюсь перед твоим смирением и состраданием. Если нужно, ты был готов смыть зависть сердец тех, кто слушал тебя своими слезами». Спасибо большое. Мне очень нравится эта история про смирение и нетерпение Шила Прабхупада. Он всегда говорил, что Вайшнав не Браман, не Кшатри, не Вайшли, не Шудра. Если нужно, Вайшнав выполняет обязанности Брамана, если нужно, выполняет обязанности Шудра. Такова природа Вайшнава. Он просто служит. Просто служит. Хорошо. И мы с вами почитаем еще уроки правдивости. Последний урок правдивости прочитаем. Это страница 291. 290. «Никогда не пытайся обмануть духовного учителя». Кто у кого микрофон? Матаджи, начните. Можно по абзацу читать, смотрите, можно всю историю сразу читать, а так можете поделиться чтением. «Никогда не пытайся обмануть духовного учителя». Духовный учитель – внешнее проявление параматмы, Бога в нашем сердце. Пытаться обмануть его – все равно, что пытаться обмануть Бога. Те, кто делает это, обманывают самих себя. Ваманджан. Когда Прабхупада в последний раз приехал в Лос-Анджелес, меня и еще двоих преданных попросили быть его телохранителями. Мы организовали круглосуточное дежурство. В середине второй недели я и мой друг Паскара, который был вторым телохранителем, сидели и обедали. Он сказал, «Ты заметил, что Шила Прабхупада делает одно и то же дело в одно и то же время каждый день?» Я ответил, «Да, это удивительно. По нему можно сверять часы». Паскара продолжал, «Кто-то подарил ему новые тапочки, и он носит их только от своей двери до входа в храмовую комнату. Там он их снимает. После лекции он вновь надевает их, и перед дверью своей комнаты снимает их опять». Я спросил, «Ну и что?» Он сказал, «Неужели ты не понимаешь? Они абсолютно новые. Прошлым вечером я взял их, посмотрел номер модели и производителя, а затем купил точно такую же пару. Я никак не мог взять толк, к чему он клонит. Допустим, и что ты собираешься с ними делать? У вас ведь разный размер». Паскара ответил, «Завтра утром, когда он спустится, чтобы давать лекцию, я поменяю его тапочки на те, что купил. Наверх он поднимется уже в моих тапочках. Затем я поменяю их снова. Так я получу пару тапочек, которые носил Шила Прабхупада. Он только один раз наденет их, но этого достаточно. Зато у меня останутся тапочки, в которых ходил Шила Прабхупада». Я подумал, «Потрясающая идея! Завтра же отправлюсь в магазин, куплю такие же тапочки и проделаю то же самое. На следующий день мы снова встретились за обедом. Я с нетерпением спросил, «Ну что, ты получил свои тапочки?» Он сердито буркнул, «Ну да, получил». Я спросил, «А где мне купить такие же?» Он спросил, «Не нужно этого делать». «Хорошо тебе говорить, ты-то сам купил то, что хотел». Он продолжал, «Давай я тебе расскажу, как все было». Шила Прабхупада надел утром свои тапочки, спустился вниз и, как обычно, снял их около входа в храмовую комнату. Я поменял пары. После лекции Шила Прабхупада вышел, надел мои тапочки и поднялся в них наверх. Однако, он почему-то не снял их у входа, а прошел прямо в них в свою комнату. Я удивился, правда, и что-то предпринял. Он сказал, «Я стоял перед дверью, читал мантру и пытался понять, что же мне делать». Минут через пять из комнаты вышел какой-то саньяси и спросил, «Тебя звать Баскара?» Да, Шила Прабхупада верил поблагодарить тебя за новые тапочки. Можешь оставить у себя старые. Но самое главное, он сказал, чтобы ты больше никогда не пытался обмануть духовного учителя. Комментарии почитай, я себе говорила. Как можно обмануть того, кто не причастен ко лжи? Через читание Махапрабу учил, что обусловленной душе всегда присущи четыре недостатка. Прама мы принимаем одни вещи за другие, потому что наше подсознание обманывает нас. Прама наше будхи разум отвлекается не в силах сосредоточиться на одном постоянно. Карна патова несовершенные чувства подводят нас, потому что ум воспринимает вещи не такими, какие они есть на самом деле. наконец, она ахан кара наше ложное эго отождествление себя с чем-то другим является источником желания обманывать других. Прапхупада, ты не принял новые туфли за старые. Ты был предельно внимательен и потому заметил подлог. Восприятие твое было совершенным. Тебе не составило никакого труда понять, какой план стоит за неожиданно появившимися у входа в алтарную новыми туфлями. И главное, ты не хотел никого обмануть. В отношениях со своим духовным учителем ты был предельно честен, всегда оставаясь его слугой и не пытаясь наслаждаться близостью к нему. Поэтому ложное эго, источник всей лжи в нашей жизни, никогда не влияло на тебя. Этой маленькой историей ты учишь всех нас, как мы тоже можем избавиться от ложного эго. Для этого нужно просто никогда не пытаться обмануть духовного учителя. Спасибо большое. На самом деле это серьезные уроки, и можно дома еще раз перечитать, порассуждать над ними, поразмышлять. И сейчас можно сесть небольшими группами, прабу могут сесть в свой кружочек, может быть вы как-то придвинетесь до бхакти-прии прабу, чтобы тоже его задействовать. Матаджи тоже, может быть по 3-4 максимум человека, чтобы много времени не занимать. Посмотрите как лучше. Подвиньтесь к тем, кто сидит на стульчиках. Мы должны на 3 группы разделить. Оксана гирлянды делает, можно туда к Оксане тоже кому-то сесть и к нам не подвинуться. Чтобы 3 группы получилось. И если в вашей группе есть те преданные, которые читали эту книгу, то пусть они поделятся теми историями, которые на них произвели самое большое впечатление. Сейчас внимательно послушайте задание. Поделитесь, если вы читали эту книгу или слышали эти истории, пожалуйста, поделитесь, какие истории на вас произвели самое большое впечатление. И по возможности то, что сейчас вы услышали, кто не читал, поделитесь своими мыслями по поводу того, что вы сейчас услышали. какая из прочитанных историй сейчас может быть на вас произвела большое впечатление. И по возможности тоже, дорогие прабу, вспомните, может быть, в вашей духовной жизни эти уроки уже были. Поделитесь этими уроками с теми, с кем вы сейчас находитесь в кружочке. Как эти уроки проявились в вашей жизни. Может быть, вы сейчас это вспомните как раз, прочитав только что. Давайте возьмем, минут, наверное, 10 нам хватит на это, я думаю. А потом можно будет от группы кому-то одному, кто захочет, со всеми поделиться своими какими-то моментами. Хорошо? Я сейчас тоже к кому-нибудь подсяду. к кому-нибудь на это. Спасибо. 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 Хорошо, дорогие преданные, спасибо вам большое. Вы немножко пообсуждали. На самом деле, хотелось бы, конечно, чтобы кто-то, может быть, вслух поделился, или мы уже заканчивать будем. Да, да, дорогие преданные, давайте сядем, как мы сидели до этого. Мы с вами немного познакомились друг с другом поближе, да? Немного пообсуждали, открыли сердце свое. Может быть, кто-то хочет поделиться своими впечатлениями о том, какая история, может быть, самое большое впечатление произвела на вас? Или, может быть, своей реализацией уже, как вы сумели применить эту историю в жизни, как она проявилась у вас в жизни? Кто хочет, поднимайте руку и передадут микрофон. Харе Кришна. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Мы сошлись на том, что очень поразили все истории, в основном очень тяжело выделить какую-то одну, потому что они все глубоко проникают в сердце. И не менее поразили комментарии Гуру Дева, которые и в начале истории, когда он четко выделил суть, даже которые не получалось всегда увидеть нам, но вот он настолько видел всю глубину. И его комментарии после, когда он обращался к Шривену Прабхупаде, конечно, просто поражало до глубины сердца. Но мы сошлись на том, что сильнее всего, наверное, поражает история, вот когда смирение, предание Шривену Прабхупаде, когда он только готовился к миссии, и даже на своем уровне был настолько смиренен и просил у Господа милости дать силы, он не знал, как эту миссию исполнить. И вот есть история, когда один пуджар из храма, да, видел его, когда он еще был грехаской, как он настолько примерно раз в месяц приходил в храм, и во время Киртана у него текли слезы, и он не мог понять, кто этот мужчина. И видел его, он пропал на какое-то время, когда Шривен Прабхупаде уезжал, да, когда он уже принял Саньясу, и потом уже увидел его, когда он уже был в Саньясе, и он также плакал настолько, он, по-моему, читал Джаку или пил Киртан, я не помню точно, и у него просто катились слезы, и это его настолько поразило, и это, как уже потом оказалось, это был тот за день до отправления его в Америку. То есть вот это неподдельное, не знаю, смирение, предание Кришне, вот эта история, вот мы сошли, что нас поразило больше всего, и Мата Джагни хотела поделиться с реализацией. Ну, это не совсем моя реализация, это реализация вот этой маленькой девочки, которую зовут Вриндавани или Фанни, вот, она утром подходит и говорит, мама, я Шривен Прабхупаду ночью видел, говорю, да, здорово, и что же он делал? Он кушать готовил, а что он готовил? Он готовил рис и сабжи, а она сабжи никогда не ест, ей вообще не нравится, она ест голый рис и все. А тут я... Уже, да, вот. И тут я уезжаю на работу, еду оставила на алтаре, Нелли с Фаней попросила снять, а на следующий день сажусь, как всегда, ем это сабжи, которые потом дня три приходится есть. И Фаня подбегает и говорит, мама, такое вкусное сабжи, ты вчера приготовила, я так много съела, оно очень вкусное, мне так понравилось, и я понять не могу, как это так, она с чего любит сабжи. Подхожу и спрашиваю, это потому что его Шрио Прабхупада готовил? Она умывается, говорит, да. Здорово, спасибо большое. Спасибо. Да, очень хорошо. Матаджа, может быть, наш кружочек, который у нас был тоже, вы расскажите, что ли? Ну, смотрите. Кого книга? Мы обсуждали, и вспоминали, что двум разным, двум Оксанам, да, понравились одни и те же рассказы в жизни, как Шрио Прабхупада готовился только к своему этому подвигу, к этому переезду в Америку, и как он принял от духовного учителя это задание. И он сначала не так, как бы, был в себе уверен, он молился, и силы, энергии, чтобы всё это передать ученикам. не так всё это просто. Было, что и то, что другому тоже ученику предложили такой же принести, как бы, это знание на Запад, но он отказался от этого, сказал, что он, как бы, хочет быть рядом с учителем, Шрио Прабхупада тоже хотел быть со своим учителем, но он и не так сразу, он же, он долгое время к этому готовился, к этому, и что люди даже вспоминают, когда он ещё был там молодым, грехасным, как он повторял мантру, как он сидел, какой он был смиренный, и все вот эти его силы он как бы копил для этого рывка, чтобы потом ученикам он приехал, там, хиппи, жил в таких тяжёлых условиях, он смог их передать эту веру и всю вот эту реализацию свою, и то, что ученики вначале не верили, как там можно издать Бхагавадгиту, и как там всё чудесным образом складывалось, что такая необыкновенная личность, и я это всё поняла только благодаря вот этой книге Бхакти Гьяна Гасвами, я с таким интересом, трепетом читала именно этот курсив, и что именно как, говорят, любовь передаётся из сердца в сердце, что до этого я как-то на уровне ума это принимала, а тут именно вот на уровне уже сердца, да. Хорошо, спасибо, Аксану, спасибо. Рабу, может быть, немного кто-то поделится, кто готов немного рассказать. Как вас зовут? Лёша. Мы, честно говоря, ни на чём особо не сошлись, каждый назвал какую-то свою историю, которая его впечатлила больше всего. но, наверное, среди всех истории можно выделить, что смирение и доверие вот это самые такие важные качества, которые среди всех все выделили однозначно. Рабу рассказал историю, как однажды, провожая Бахти Югьяна Гасвами Махараджа, своего духовного учителя, они шли до машины и Бахти Югьяна Гасвами Махарадж спросил, ну, как дела? Ну, Рабу так ответил, нормально, так по-обычному, нормально, не раскрыл, может, так сказать, сердце своё мне. Он сказал, он поделился тем, что Бахти Югьяна Гасвами Махарадж так посмотрел на него с таким серьёзным взглядом, с таким немножко недовольным, что это я за ответ такой услышал. Нормально, что значит нормально? Вот, и Рабу удивился, что он на самом деле жалеет, что вот именно так сказал, он понял, что в этот момент он находился в таком режиме, режиме повседневной такой Майи, который сознание затмевает, вот, и нету открытости сердца, которая всегда должна быть предана Вашнаву. это на самом деле очень сильно перекликается с темой доверия, когда история про печать книг, что нужно быть таким всегда чутким, очень внимательным и открытым в отношении к наставлениям духовным учителем вообще в принципе старших врачного. Потому что действительно сила веры как духовного учителя, так и наша вера в духовных учителей, старших, преданных действительно творит чудеса, это факт, это факт. спасибо. Хорошо, спасибо. Мы говорим про милость, все время говорим, это слово звучит каждый раз. Заезжено так немножко. уже по ушам ездит все время, но у меня в голове на протяжении 20 лет она уже мелькает каждый день в моей жизни, на каждой лекции. А вот что это такое, я никак понять не мог. Кто не знает, что такое милость? Что это такое? определение. Милость это вот я все думал, что это такое? Это вот то, это на самом деле то, что не должно было с нами произойти, хорошее, но произошло. То, чего нет ни в одном нашем гороскопе, ни по карме, то, что мы здесь сидим, например. То, что мы преданные, то, что не должно было случиться. Мы должны там, там на улице быть там мамами, бабушками, бомжами. Не знаю, богатыми наоборот, я не знаю. Вот это и есть милость. Просто кто-то, кто-то попросил у Кришны, пожалуйста, вот он хороший, дайте ему шанс, дайте ему шанс. И вот потом происходят всякие невероятные вещи в жизни. Как бы случайно, да, встречаете там, либо вам дают книгу, либо вы общаетесь с кем-то, как бы случайно вы куда-то приходите или там вас куда-то зовут, или вы там, не знаю, вас гостили просадом, или вы встретили Хейнаму, все происходит как бы случайно. На самом деле ничего случайного не происходит, естественно. Вообще случайно, если не случайно, их нет в нашей жизни, вообще все закономерно. Потом выстраивается, когда мы оборачиваемся назад, мы уже видим, что ничего случайного не было. Просто нам дали шанс. И почему именно мы, ну, мы потом узнаем там. Потом узнаем. И точно узнаем все. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. У нас следующая часть программы, да, уже наша? Не знаю, может быть, кто-то хочет, если кто-то очень-очень хочет поделиться, то можно это сделать. Если, ну, есть желание, вы знаете, вот для меня мой духовный учитель удивительный вообще человек, удивительный авторитет. Он единственный, кто по-настоящему мне дал сознание Кришны. Вот, когда я выхожу на сайт Шаранагати, наш сайт, вы знаете, я нахожу все новые и новые лекции, интереснейшие, и в каждой лекции, что удивительно, если внимательно слушать, можно услышать наставления, причем, которые практически можно использовать в жизни. Практически. то есть Гуру Депп, он говорит, понятно, доступно, интересно, глубоко, разносторонне. То есть, любую лекцию, он, когда читает, он с разных точек зрения, эзотерическая, научная, духовная. Вот. И что, вот последний, как бы, вот тот момент, который меня вдохновил очень сильно, вот я уже на прошлой группе уже говорила, вот эти три лекции, которые, вебинаре, он дал по Шриман-Багава, там, изучение Шриман-Багава, там. Вы знаете, вот до того, я, так сказать, не так давно в сознании Кришны. И лекции Гуру Дева по Шриман-Багава, там, ну, я мало слушала, больше Багава, такие-то. Вот. Но вы знаете, когда я услышала эту лекцию, первую лекцию, вы знаете, она мне, до такой степени, она мне, он мне раскрыл Шриман-Багава, там, мне захотелось услышать вторую лекцию, мне стало еще интереснее, мне захотелось услышать третью лекцию. В этих лекциях я вдруг услышала про величие демона, убийство демона в ритросуры. Как интересно, думаю. Я тогда нашла про в ритросуру, прочитала, послушала все семинары, мне стало еще интереснее. Вот. И теперь, после того, как я прослушала все эти лекции, не просто прослушала, мне захотелось изучить их, я теперь по-новому открываю первую песню, вот, первую главу Шриман-Багава, там, и уже комментарии Шрилы Прокупады, его видения, почему он так много написал, про жизнь Шричи Тани Махапрабху, почему он так много написал, для чего он написал. Вы знаете, первый стих, который содержит всю Шриман-Багава, это такая концентрированная форма Шриман-Багава, для меня это вообще было открытие, вот, многие, наверное, об этом знают. Вот, я теперь читаю каждую букву, читаю каждый слог, и мне до такой степени интересно, что мне хочется читать Шриман-Багаватам каждый день. Очень хорошо. Спасибо большое, Гуру Деву. Спасибо. Спасибо, отоживили нас всех. восстановила читать Шриман-Багаватам и слушать лекции Гуру Махараджа, да? Эти лекции, а кто слушал эти три лекции вебинара по Шриман-Багаватам, вот и слушал уже. Ну, тоже можно, как предмет, для следующей группы тоже, может быть, взять и посудить. Ну, там серьезные лекции, конечно. Хорошо, спасибо вам большое, дорогие преданные. Но, я напоминаю, да, мы с вами сегодня изучали книгу «Уроки любви», мы пытались изучить эти уроки, как-то поразмышлять над ними, и теперь можем это сделать дома, либо сами, либо со своими родными вместе почитать, поразмышлять над этим. Спасибо вам большое. Харе Кришне. Харе Кришне. А сейчас у нас продолжение о Гуру Пуджи, и мы споем удивительный баджан Гурваштак, который мы поем каждое утро, чтобы подытожить, да, наше поклонение духовному учителю, помню, медитируя постоянно, да, на эту личность, которая нас спасает из этого океана, да, рождения и смерти. И, когда вы пропеваете седьмой, да, мы снова вспомним, да, как сегодня Багават, мы эти стихи читали, Сакшат Даритвина, Самастри Шастри, да, помните, что вы духовный учитель не отличен от верховной личности Бога, да, будем так сказать в этом настроении поклоняться. Тогда Господь обязательно прольет на нас милость, да, уберет это неведение, да, эту тьму невежества в нашем сердце и осветит все светочим знанием, как Он обещает Багават Гиди. Давайте тогда уберем кого-то, в реке встанем. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...